Традиция верны. На Марийском машиностроительном заводе прошли ежегодные соревнования между подразделениями добровольных пожарных дружин предприятия, в которых участвовали 36 команд, а это около 200 заводчан и пожарных по совместительству. Среди языков пламени и клубов дыма за соревнованиями наблюдала и наша съемочная группа. Сто-метровка, боевое развертывание, тушение условного возгорания. Участникам соревнований боевых расчетов пожарных дружин пришлось немало побегать. 36 команд, из них треть женские, но все наравне, к соревнованиям готовились основательно, отрабатывали элементы боевого развертывания. Звание добровольного пожарного накладывает дополнительные обязанности на каждого. Я проверяю и перезарядку огнетушителей, как находится в каком состоянии пожарные щиты, все ли там присутствует. Потому что, если, конечно, не дай бог, что случись, то это все должно находиться в готовности. А это упражнение напоминает работу стрелков на огневом рубеже. Здесь побеждают самые дружные быстрые метки. Как отмечают профессиональные спасатели, в любой внештатной ситуации такие навыки человеку просто незаменимы. Ловкость рук, должны быть ребята, как минимум, спортивные. Это нужно и пробежать 100 метровочку. Ну а по тактике, единственное, должны четко выстреливать на поражение. В первую очередь, внимание будет обращаться на слаженность действий между работниками предприятия. Ну, правильность выполнения задания по абсолютному, чтобы все участники были в одинаковом положении, в одинаковых условиях. И, ну, скажем так, отсутствие боязни перед огненной стихией, отсутствие, ну, то есть умение обращаться с первичными средствами пожаротрушения. Это как пожарные краны, пожарные рукава, стволы, а также огнетушители. Они работают токарями, слесарями и инженерами. Но в случае ЧП готовы раньше пожарных приступить к тушению возгораний. Добровольные пожарные дружины на Марийском машиностроительном заводе были созданы еще в период Великой Отечественной войны, в 42-м. Тогда многие материалы хранились под открытым небом, а цеха обогревались дровами. Сейчас ситуация изменилась, конечно, в корне. Но в добровольных пожарных завод нуждается и по сей день. Для чего это нам нужно? Для того, чтобы в подразделениях постоянно были обученные люди и на момент возникновения какой-то чрезвычайной ситуации в подразделении, чтобы они могли организовать эвакуацию людей из опасного очага и в случае возгорания в первые минуты или, возможно, даже секунды приступить к ликвидации пожара и тем самым не допустить его развития и не причинить ущерб предприятию. В настоящее время на территории республики действуют более 950 подразделений добровольной пожарной охраны, дружин и команд с общей численностью свыше 4,5 тысяч человек. На ММЗ таких добровольцев более 140. Для каждого главный экзамен, возможно, еще впереди. И он обычно куда сложнее обычной полосы препятствий. Ну а победители этих соревнований представят завод сначала на городском уровне, а потом на республиканском. Все это они делают ради себя, своих друзей, соседей и родственников, чтобы в случае пожара сохранить и спасти самое главное – человеческую жизнь.